У Анапы довольно обширная спортивная база, но мало построить спортивные сооружения. Главное привлечь туда анапчан, чтобы они постоянно занимались спортом и вели здоровый образ жизни. Анапа за высокий показатель в спорте в 2011 году получила премию в размере 5 миллионов рублей. На эти деньги был куплен автобус для того, чтобы сборные Анапы могли ездить на соревнования. Раньше ездили за свой счет на автомобилях тренеров и родителей. На остальные закуплен спортинвентарь спортивной школы города и сельских округов. Начальник управления по физкультуре и спорту Андрей Скилков озвучил итоги смотра конкурса развития спорта в Анапе. Количество спортсменов в муниципальном образовании включенных в состав сборных команд края и России по видам спорта. 295 человек у нас включено по различным видам спорта. Это третий показатель в Краснодарском крае. Больше только в Краснодаре и в Сочи. Количество подготовленных в муниципальном образовании кандидатов мастера спорта, мастеров спорта международного класса, мастеров спорта, заслуженных мастеров и сгурдонных тренеров. За 2012 год у нас оказалось 42 человека, мы заняли шестое место. Что касается футбола, от Анапы зарегистрированы три команды, но в краевом чемпионате городская команда участвовать не будет из-за отсутствия финансирования. Денег нет на форму, на проживание, на транспорт, на зарплату игрокам, на оплату аренды стадиона смены. Зато в Анапе появится специализированная футбольная школа. Месяц назад на меня вышли из Федерации футбола России. И попросили прозондировать почву о создании в Анапе второй лиги. В принципе, одна из задач от города, какие-то деньги большие не тянуть так. Нет такой задачи, дайте нам 20 миллионов, а мы вам дадим 30. Пока вот таких разговоров нет. Наоборот, они хотят вложить в развитие футбола. На базе седьмой школы будет создана специализированная футбольная секция для подростков, которая в будущем станет футбольной школой. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа. Регион.